всем привет так друзья вот индейка переведена у нас в наш загон для индейки построены в прошлом году если кто-то видео не видел в описании будет и ссылочка сбоку экрана значит что хотим рассказать у нас настало лето навернулась у нас ночью плюс 6 вот поэтому индейки повешена лампа нагревателем включается она на ночь в основном но сегодня вообще тоже днем холодно поэтому работает и днем тоже так смотрите значит пересаживали мы их в 35 дней сюда вот эта группа который растет на короне вот мешок группа которая растет у нас на курине она находится в теплице мы к ней сходим взвесим тоже так едят старт до сих пор до двух месяцев идет старт на короне на пурине едят старт 2 до восьми недель до 2 месяцев это чуть меньше чем 2 месяца ну хорошо да так с какими значит мы сложностями столкнулись при пересадке одного индюшонка нами нами был поврежден у него был повреждено крыло то есть он вырвался из рук и общем вывернул себе крыло он где-то здесь ходит у него крыло значит опухла огромная гематома но он вроде бы как я его лично не бери его пожалуйста вот в общем как бы чувствует себя нормально еще из проблемных здесь вот в этом помещении у нас есть индюшонок у которого растянуть зуб сейчас я покажу вот ему бы не надо есть то вот смотрите какая картина мне тут осторожней осторожней вот у него увидите как да мы его отца жили он нас голодал зуб уменьшается потом опять приходит вот в это вот состояние так это из проблем дальше какая проблема нарисовалась 35 дней пересадили где-то 40 дней я начал замечать по такой знаете жидкий стул желтого цвета горчичного цвета и немного пенился он ну в общем по признакам это похоже на гистомоноз такой же может быть при коксидиозе но вкраплении крови не было поэтому предполагаю что это все-таки гистомоноз начальной стадии вот поэтому мы для профилактики начали давать вот такой препарат метрогил значит смотрите скажу сразу здесь действующее вещество у него метронидозол но концентрация очень низкая то есть здесь 5 миллиграмм на 1 миллилитр я выливаю вот этот вот тюбик на 10 литров воды и этого сразу вам говорю недостаточно то есть если мы лопатили разную информацию насчет того какая дозировка метронидозола должна применяться к индейке где-то написано 0 1 грамм на килограмм веса где-то там написано 1 таблетка на литр воды где-то 2 таблетки на литра воды в общем насколько мы нашли информацию у одного лектора вроде как профессионального ветврача там он указывает дозировку 0 5 грамма на литр воды это действующего вещества то есть если вы 3 х по применяйте либо метри метро недозол нужно смотреть какая там дозировка активного вещества 250 миллиграмм либо 500 миллиграмм исходя из этого добавлять либо одну таблетку на литр если это 500 миллиграмм либо две таблетки если 250 миллиграмм то есть дозировка как мы понимаем должна быть 0 5 грамма на литр воды если мы ошибаемся и вы применяете другие дозировки вы напишите в комментариях нам будет очень полезно об этом узнать вот здесь же получается дозировка 500 миллиграмм вот этого флакона то есть это 0 5 грамма на 10 литров я развожу то есть это чистая профилактика вообще на самом деле мы находили информацию что лучше вообще не давать в такой дозировки чем давайте то есть если даешь ментроиндозол то нужно давать нормальной дозировки но у нас сейчас нет на данный момент мы еще не ездили в город поэтому три дня я пропаю вот этим вот составом и сейчас я не вижу такого больше помета следующим значит этапом что мы будем давать это дадим как цидиостатик я не давал как цидиостатик в 20-21 день дам его вот после недельного содержания уже напольного так плюс в 35 дней мы давали птицы каждой птицы в клюв по таблетке пентавита ну все в принципе наверное да что я не сказал все сказал я попробую того индюшоночка с зубом подлечить надо несколько дней мне кажется корм ему давать очень дозированно то есть условно там три раза в день по две столовые ложки вот что-то чтоб только не сдох мне кажется у него должен подтянуться зуб как-то ну каким-то волшебным образом по крайней мере попробую я пробовал его саживайте ну он же уходит этот зуб когда ты отсаживаешь потом только назад появляется пробуйте давай по оборудованию скажу значит про лампу сказал про вот такую корзинку на сюжет снимали вот корзинку подвешивая металлическую сюда кладем траву сухую без росы без воды и они видите выдергивает это хотя позволяет сильно не засирать подстилку то есть трава в ограниченном количестве падает если ее куда-то класть как в прошлом году клали они и затаптывают в общем это начинается беспредел но здесь теперь индюшонок запрыгивать наверх и качается как на качелях я три раза снимала да причем по моему это один и тот же индюшонок смотрите еще стоит такая сетка у нас изолятор для больную птицу на нее и стали использовать как насест и вот здесь смотрите я очень хорошо могу контролировать давай покажу состояние навоза но помета да не навоза помета то есть вы видите да поймет сейчас более чем вот до нормальный вот такая поилка значит виде таза вставленная в этот покрышку до крышка здесь смотрите использовал я цветочные горшки купленные в атаке ну ваша не могу сказать они горшки лотки лотки вроде бы не ломает вроде бы более-менее прочные прикручена на брус деревянные 150 на 150 чтобы повыше был им удобно было есть вот не садятся вроде пока на них в общем и подходит фронт кормления такой более-менее пока достаточно но в будущем может быть и в будущем я такие лотки прикручу вот по стене к деревяшке когда они вырастут когда буду доставать так ну что поехали взвешивать давай ведро решили взять ведро попробовать с крышкой до накрывать что ли крышка это их чтобы он не увидел смотрите опять таки свое субъективное мнение вы скажу сейчас вот мы пойдем другой курятник душатник в тепличном посмотрите по внешнему виду здесь больше чем там и не шат согласно чем значительно на вид кажутся они больше знаете давайте как мы будем каких каких захотим да как говорится какие вливки подойдут а кстати вес ты не включил видите и вес мне это не посмотрели с тобой какой должен быть но подпишем у нас получается сегодня сорок два дня это сколько недель 6 до 6 недель за 6 и 70 года 6 недель так вот обнуляю далеко на стоишь не видно ничего сейчас я перелезу садить его посадить ну попробуй посадил вот так подсечку сделать и вот так а слушай крышку мы не взвесили влача взвесим вычтем так смотрите 2 900 по моему где-то так и был бы сам за 900 2 915 сколько крышка теперь надо 15 грамм крышка ты есть выпускаю но можешь там оставить ведро с крышкой надо свесить и сказать тара и все и будет свободно 75 грамм она давай обнуляю короче знаешь что он где-то 2 900 до бог да так давай это сам еще конвертеры я взял сейчас такого но крупненького наверно самец 3365 это конверта вот еще конверта стоит лишь и викидать его на пускай будет лишь и вики этот поменьше по ощущениям видовым покажи ты бы успокоился и я бы успокоился так все скорее 2 780 так биг давай бега берющим вот смотри вообще маленький биг да это кархатулечка вы должны будем звезд не показателем самый маленький есть тут еще вот и конвертер есть один тут остающего маленький как давай с кольцами смотри еще в груди тихо вот кольцом его взвешивали саш теперь я буду то знаю 3 давай вот мы его не взвешивали страшный как моя жизнь посмотрите у них крылу помнишь его это три поля в груди его мы не взвешивали крышку вроде спокойненький хвост прижим переживали 335 так же да как конверта так ну все последнего бига смотри где биг вон там стой кучи возьми давай я возьму кучи бигов кстати ребят не исключено что у нас допустим биги здесь будут все только девочки ну да а там только мальчики но например там и потом уже в конце поймем так и того 680 до выпускной ну короче визуально даже видно что беги поменьше они так вот прям смотрите вот идет до поизящные ножки потоньше и вот вторую рядышком да а рядом вот пошел конвертер и вот конвертер пошел ладно ну что бежим так с короной разобрались веселье пойдемте теперь курин с кем в теплицу так мы в теплице здесь другая партия у нас 20 штук это который у нас на пури не растут сейчас старт 2 идет так здесь у нас тоже хайбриды и 5 этих самых бегов 15 хайбридов так у нас смотрите по проблемам есть проблемные здесь тоже вот он сейчас он ест он какой-то слабенький и постоянно лежит в общем по носу я видел он ходил как бы по носу вроде бы нормально так более-менее сформированный вот но под вопросом и еще здесь есть не могу не можем понять почему на одну лапу не наступает осматривали вроде бы как где он проблем сильных нет вот он наверно вот он хромает да вот он ко мне пошел я поняла прихрамывает да почему-то он хромает я посмотрю и вот они мелкие мама родная какие бывают мужчины неаккуратные да просто ужас какой-то клю его в глаз и вот они двое вот эти вот два индюшонка они прям меньше такие чахлые какие-то совсем смотрите вообще по идее держать индюшат вот так с курами даже на втором ярусе неправильно но мы держали в прошлом году как бы обошлось без проблем посмотрим как в этом получится вот вот очень два индюшонка под вопросом ну ладно давайте поменьше извесим кого-нибудь вот тебя допустим так обнулил тогда ведро да смотри какая клевать меня значит ты гораст гораст а вот в руки даваться нет это хайбрид с ним справиться еще на ничего ты с побольше не справлялся я уже забыл было прошлом году пускать постарел ослабел так ты и 20 но у тебя есть ощущение что на бурение не меньше но визуально вот посмотри просто покажи картинку но давай крупного он вот это вообще ночью мне его как давать по тебе его сюда гони там гнать вон он под лампой вот тихо тихо то лишимся самого крупного это биг кстати говоря скользко и и ладно давай биг я потом сложу все как всегда с табличку красивую все будет четко упрятать крышка он поперек ты не садится смотри опыта не умещается 2 900 хотя внешне вроде побольше кажется вот так тебе расфуфыриваться перед взвешиванием так это биг давай тогда еще бига да вот стоит биг пока я увижу хватит да уйдите вы да стоит главное не свернешь ведь я жду жду мы ждем 2 705 так ну что меньше получается 2 не показатель конечно если бы мы сотни 2 взвесили вот это был бы точно аргумент ну давай вот 3 биг еще стоит давай изловчись а это не первый биг который его знает может и первый сейчас мы по весу поймем нет наверно нет этот легче тихо 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 руки до совсем маленький 2010 будем считать так и два конвертера осталось давай каких сейчас подожди наверно надо все так сделать конвертер так но этот маленький этот который я говорил он стоит у тебя давай его мне кажется смирный или кажется тебе кажется крышкой что ты откинул вообще дальше некуда конечно он хорошо такими длинными руками то говорить я в жизни не достал извините 315 до 315 ну вот короче такие вот результат но смотрите я говорю что тут мне кажется мелковат все-таки корм стартовый такой ты утка что ли или гусь скажи мне знаешь что мы же 2 или 3 уже хайбриды зависели все все 3 хайбриды 3 этот закончили здесь что еще тебе здесь рассказать они сидят на мешках очень им удобно тоже я на некоторые мешки сверху на так же вот у них висит видите подогревается вода у них просто в тазу в этом смотрите я думаю что веса у нас меньше чем могли бы быть по той причине что они у нас очень плотно сидели в бурдерах мы не могли сюда переместить так как было холодно и сейчас мы переместили был там несколько дней тепло но как тепло ночью плюс 12 хотя бы было а сейчас опять у нас ночью плюс 6 ну а днем 15-16 такая температура вот так что поэтому я думаю что они не особо набрали вес выше табличного хотя мы надеялись все веса вам показали выращиваем дальше смотрим наблюдаем за птицей еще раз напомню будет пробойка от кокцидиоза все-таки наверное я сделаю потому как есть опасения у по поводу вот этого панона но не по носа помета песочного света вот и наверное все таки метронидозол мы съездим или трехопол купим и сделаем пропоечку в течение трех пяти дней вот потому как вот это конечно баловство все я думал что нашел панацею да как растворить метронидозол нашел жидкий но когда начал уже дозировку изучать понимаю что там очень низкое содержание действующего вещества и вообще этот препарат он для капельницы используют если человеку не могут дать таблетку ему ставят капельницу за то препарат вот по цене в 25 рублей если делать дозировку как положено очень дорого выходит дешевле купить в таблетках все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки всем пока